Абсолютно новый обновленный Volkswagen Touareg. У нас изменилась немного оптика, такие бумеранги появились. Появилась LED-полоска через всю морду. Добавились на черном глянце вообще красота такие ромбы. Но мастера, которые клеят защитную пленку, антигравийку, я думаю, будут проклинать этот бампер. Но выглядит очень красиво. Логотип R-Line. Красивые 20-е диски, тоже практически полностью выполнены из черного глянца. Но основное изменение коснулось задней части автомобиля. Теперь у нас также присутствует моноброд. Немного напоминает ID.4. Там у них раньше появилась эта цельная LED-полоска. Но выглядит гармонично. Вроде неплохо. Что у нас по багажнику изменилось? Ничего. Багажник как багажник. Можно поднять, опустить зад. Есть 12-вольтовая розетка. Под полом. Под полом, как ни странно, у нас есть запаска-докатка, назовем ее так. Есть компрессор. И от акустики DIN-Audio установлен сабвуфер. Ну, молодцы. Места хватило для всего. Что изменилось внутри? Ну, по сути, ничего. Значит, карта двери сзади. Абсолютно вся мягкая. Строчка. Все приятно. Внизу войлок. Все красиво. Динамик. Есть подсветка. Шторка-шторка. Механическая, не электронная. Но она есть. Для задних пассажиров климата нету. Но есть подогревы. Подлокотник. Обычный. Туареговский. Такой же, как и был. Присутствует огромная панорама. Вот это действительно красиво. На всю крышу. На двери присутствует логотип R. Так. Спереди. Значит, карта двери. Вся абсолютно мягкая. Везде приятный пластик. Сверху мягко. Строчка. Тут все мягко. К карте двери вообще претензий нету. Есть память сидений. Есть подсветка. Здесь мы можем видеть. Здесь ниша. На дне есть войлок. А по бокам войлока нету. Но пластик очень такой, знаете, мягкий. Я не думаю, что сильно будет что-то там дребезжать. Ну и кнопка открытия багажника. Кстати, присутствуют двойные стекла. Шумка стала лучше. Есть мертвые зоны в зеркалах. В стойке динамик DIN-AUDIO. Здесь также присутствует подсветка. Тут еще полосочка. Блок управления парами. Он механический, не сенсорный. Все кнопки нажимательные. Руль с подогревом R. Руль удобный с перфорацией. Лепестки остались те же по старинке. Вот эта пластиковая кнопочка, которая мне не очень нравится. Потому что она немного невнятная, как для лепестка. Но тем не менее. Вот эти кнопки, многие считают, что они типа сенсорные. Они как бы сенсорные, но все равно надо нажать. Это сенсорная кнопка с имитацией механического нажатия, скажем так. Приборка у нас цифровая. Само качество отличное. Сглаживание, размер пикселя, плотность его. Все хорошее, яркость. Но претензий нет ни к одному, ни к другому экрану. Изменился шрифт цифр. Он стал немножко теперь косой. Ну, вроде неплохо. Спасибо, что они оставили в классическом исполнении. И тахометр, и спидометр. Кругленький. Они навыдумывали там. Или просто, вот знаете, там цифры ставят и все. Из реально классных фишек, которые вы сможете оценить ночью. Это вот система ночного видения. Она выделяет пешеходов оранжевым. То есть, там подсвет. Ну, этим надо попользоваться, чтобы понять. Но штука реально очень классная. Присутствует проекция. Она может распознавать знаки. Туда выводится разная информация. Все возможные режимы. Эко, комфорт, нормал, спорт, индивидуал, оффроуд, снег. Регулировка пневмы. Вверх-вниз поднять, опустить. Здесь выбор всевозможных режимов. Оффроуд, комфорт. Подстаканники имеют подсветку. Они с фиксацией, с прорезиненным полом. Есть вот такая огромная пепельница. Ну, пепельница, кстати, неплохого еще. Качество не такая, как в Мерседесах. Но тоже неплохо. Отключаем курсовую. Уровень громкости. Автохол, чтобы он не скатывался. Электроручник, старт-стоп. Еще все в пленочках. Спасибо, что оставили классный, большой, удобный селектор. Это один из моих любимых селекторов. Он просто, ну, грубый, удобный. Вот именно в руку классно ложится. Не пошли по стопам BMW. Вот эти микрокамушки и так далее. Шторка. Тоже, черт не гляньте. Блин, красиво, но надо защищать. Заюзы это. Здесь беспроводная зарядка. Поместится смартфону любого размера, даже в чехле. Есть USB. USB-C. 2.0.3.0 уже нету. Есть прикуриватель. И в подлокотнике. Подлокотник весь обшит войлоком. И в подлокотнике тоже 2 USB-C. Классные, удобные сидушки. Они не снежной кожи, с грубой. Она очень такая плотная. R. Ну, не знаю. Поддержка отличная. Тоже претензий к ним нету. Кстати, появилась вот такая подсветка. Теперь здесь написано Touareg. Очень красиво. Таким вот образом реализована камера заднего вида. Она рисует траекторию. Двигается очень плавно. Чистоты кадров хватает. Здесь в парктронике. Но, будем откровенны, качество камеры реально какое-то хреновенькое. По-моему, раньше было лучше. Может, она грязная. Надо посмотреть. Но, да не, не грязная. Она рябит. Рябит немного. Как это раньше была фишка Toyota. Странно. Возможно, из-за отсутствия камер 360 они ставят очень простенькую. Ну, имели бы уже совесть. Ладно. Также была добавлена анимация задних фонарей. Их теперь есть три варианта. Я еще не смотрел. Надо выйти и глянуть, как она выглядит. Цветовая анимация HD. Тоже надо посмотреть, что это значит. Уровень масла. Щупа у нас уже нет. Щуп электронный. Фоновая подсветка. Ползунок. Теперь можем выбирать по палитре, как будет подсвечиваться ваш салон. По ассистентам у нас присутствует движение по полосе. Экстренное торможение он не даст вам догнать никого сзади. В принципе, их достаточно. В разделе Digital Cockpit вы можете выбирать, что будет отображаться на приборке вот слева и справа. Можно пробег, запас хода, звук. Это типа радио, там можно ускорение, расход топлива, время в путь. Ну, короче, здесь можно настроить. Так выглядит настройка проекционного дисплея. Вот он может распознавать знаки. Еще одна интересная особенность проекции – колеровая схема. Есть стандартная, если выпал снег. То есть, когда вы выбираете «выпал снег», то можно увидеть, что становится синим, отображаться скорость. А если в стандартной, то в белом. Кстати, что касается климата. Многим не нравится, что нет механической регулировки климата. То есть, теперь вот так вот. То есть, добавляете, убираете. Но есть еще один способ. Можно ползунок вот так вводить туда-сюда. Вы скажете, что он глючит, скачет и пленка наклеена. Дело в этом. Есть массаж. Есть вентиляция. Шикарный Apple CarPlay. Почему? Потому что он реализован полностью на весь дисплей. Не зажатый какой-то, не квадратик. А вот полностью огромный. Навигация вообще выглядит супер. Ну, а в целом, это остался старый, добрый, надежный Туарег. Красивая машина. С прекрасных материалов. Очень качественно собрана. Вот. А так, в целом, все супер.